В нашей студии заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фаворов. Александр Сергеевич, я приветствую вас. Итак, сегодня ШАТ выступает за блокирование Северного потока-2 в Европе. Все тоже не так просто. В Газпроме, напротив, говорят, что не волнуются, в общем-то, за судьбу проекта. Ваши прогнозы? Вы знаете, как-то в этой студии, вам же на вопрос про турецкий поток, я ответил, что если ничего экстраординарного не случится, то проект будет реализован. И вот это «если ничего экстраординарного не случится», оно, к сожалению, сработало. Предлагайте не говорить ничего, не кликать того же. Не кликать беду, да. На Северный поток. Если ничего экстраординарного не случится, то Северный поток... А вот то, что 9 стран, правда, не знаю, до конца список до сих пор обратились в европейские... Ну, это аутсайдеры европейские. Ну, это вот, простите. Да, но это не экстраординарное. Это абсолютно не экстраординарное. Если список еще утяжелила Украина... О, это да, это... Не будем. Да. Либо хорошо, либо никак про Украину. Список стран, ну, страны, которые выступили против, это, мягко скажем, страны, которые... Роль которых в этом проекте не совсем ясна. То есть, как он затрагивает конкретно их интересы, ну, по паре стран я могу сказать, как он затрагивает их интересы. Вот. Как затрагиваются интересы Польши, например, той же или стран Прибалтики, никак. В их территориальных водах труба вообще не будет проходить. Ну, примет ли это во внимание то ведомство, в которое обратились эти страны? По идее, оно должно благополучно их проигнорировать. Понимаете, мы говорим... Может быть, оно и проигнорировало, если бы речь не шла о России. Возможно, возможно. Ну, тут стоит вспомнить, что в Евросоюзе есть порядка 20 газовых проектов, получивших исключение из третьего энергопакета. Порядка 20. Но для российских проектов такого приятного исключения практически никогда не делается. Ну, кроме газопровода НЭЛ, который частично российский. Северный поток-2 нет, да? Северный поток-2, ну, по нему пока, как я понимаю, подобных переговоров сам по себе. Северный поток-2 вообще не подпадает под действием третьего энергопакета. Могут подпасть те газопроводы, которые пойдут уже по территории Евросоюза, как ПАЛ-ИНЭЛ. Которые будут строить... Которые будут строить, ну, либо та газа... Европейскими компаниями. Конечно. Либо, понимаете, либо мы можем вот эту трубу, вот эту трубу, подключить к каким-то существующим газотранспортным мощностям. Ну, пользуясь нормами третьего энергопакета, но это, знаете, это утопия. Точно так же мы можем продавать газ на территории Российской Федерации, например, на бирже Санкт-Петербургской, если по очищанию это удастся сделать. И это уже не будет газпромовский газ, то есть не будет газпоставщика. И его можно будет прокачивать, так как это будет газпотребителя. То есть, возможно, тут разные варианты. И, понимаете, я хотел сказать, что нужно тут отделять политический вопрос от вопроса бизнеса. Точнее, даже так, интересы бизнеса... Я понимаю, Европейская Ассоциация Газовой Промышленности утверждает, что им как раз не нравится политизированность последних споров по газопроводам с российскими... Ну, не совсем понятно, что они конкретно имеют. Участков, да. Не совсем понятно, кому они предъявляют эти претензии. К странам Евросоюза, к России, к кому. Ну, мне тоже не нравится политизированность этих споров. Но, с другой стороны, крупные поставки газа, они априори всегда будут политизированы. Они не могут быть неполитизированными по той простой причине, что газ влияет на энергетику, энергетика влияет на промышленность, промышленность влияет на всю экономику. Газ — это энергетическое оружие. Что вы скажете по поводу заявления BP, Россия теряет позиции на мировом рынке газа? Ну, они немножко не то сказали. Они сказали, что доля России снизится. А про абсолютные показатели, насколько... Ну, во-первых, прогнозы BP никогда не сбываются. Как и прогнозы всех остальных. Они не сбываются никогда, и они являются, скорее, такой путеводной звездой, к которой мы стремимся, а не истинной в последней инстанции. Это их видение будущее, сегодняшнее. Через год они могут его видеть уже по-другому. Да, и все прогнозы утонули в мексиканском замене. Ну, это мы вообще не будем. Там 18 миллиардов на них, по-моему, еще висят, и висеть будут в течение нескольких лет. Выплачивают они штрафы. Вот, по поводу... Ну, вот, исходя из видения BP, они же будут... Они же считают, что рынок-то будет расти, а Россия, российские поставки будут расти просто медленнее, чем будет расти рынок. Соответственно, доля России при увеличении абсолютных показателей будет сокращаться. Рынок-то больше, а вот поставок пусть и больше, но не настолько больше. Ну, вот как-то так можно расценивать их. Кроме того, они огромную ставку последние года полтора-два делают на австралийский, американский и африканский СПГ, который должен прийти на рынок. Но при нынешней ценовой конъюнктуре он, мягко скажем, оказался, ой, крайне не ко времени. А кроме того, в США, если вдруг этот газ массово выходит на рынок, внутренние цены на газ начинают резко повышаться, и газ становится этот менее конкурентноспособным. Но беспокоиться за них не надо. Там гораздо все интереснее. Да я же был высокий счет. Не-не, там принцип сжижа или плати. То есть компании, которые владеют терминалами, они у своих заказчиков все равно будут получать деньги. Будут тебе сжижать газ? Не будут они сжижать газ? Понимаете? Вот сидите на своем оборудовании и получайте денежку. Точно так же, как на оборудовании по регазификации, которое в США построили на 100 миллиардов кубов 10 лет назад. Александр Ильич, можно Газпром? Давайте, вернемся к Газпрому. На наметки зайдем. С 2008 года впервые Газпром в следующем году прогнозирует убыток на внутреннем рынке. О чем это? Ну, я так понимаю, это исходит... И куда это все? Это исходит из того, что, во-первых, у Газпрома отнимают или от Газпрома уходят. Тут по-разному можно трактовать потребителей первой категории. Ну, первая категория – это хорошо платящие, это крупные потребители, которые независимы. Ну, так получается, что какие-то дочки оказываются во владении Новотек, Роснефть. Ну, это нормально же. Ну, это нормально, понимаете, если бы Газпром имел право так же... То есть, это идет ли речь о конкуренте? Отчасти, понимаете. Газпром не имеет права, например, скинуть там пару-тройку копеек за кубометр. А они имеют право. Он не имеет права, понимаете, он не имеет права конкурировать с ними. Они предлагают более выгодные условия, просто потому что они могут это сделать. Да, вот это интересный момент. А это действительно так. Так, собственно, об этом-то и шла речь, что ФАС воспротивился тому, чтобы Газпром имел возможность предложить конкурентные условия. Вот. Кроме того, есть вообще более еще даже интересные вещи. То есть, отдельные... А дайте, вы поясните, почему у Газпрома нет вот такого конкурентного преимущества? Ну, фиксированные цены, он поставляет по фиксированным ценам. То есть, в определенном смысле это имеет смысл, ну, так, как вы можете их... А на внутреннем рынке действуют долгосрочные контракты, работать так же, как и на внешнем? Нет, там немножко по-другому, но это не принципиально в данном случае. Здесь принцип именно в том, что Газпрому говорят, ай-яй-яй, не надо, не надо конкурировать. Вот ты ставишь такую, вот тебе ставят такую цену, вот по такой цене, дружок, продавай. А независимые, да, ну, они вот хорошие ребята. И получается забавная ситуация, то есть, с одной стороны, может, и хотел бы Газпром скинуть цену, чтобы повернуть себе этих потребителей, но он не может это сделать, раз. И два, на него переложены наименее платежеспособные покупатели газа, коммунально-бытовые и так далее. И там еще возникает вопрос, ну, здесь возникает вопрос к отдельным дочерним обществам, которые, может, не следят за, как бы, платежами. Потому что те, кто следит за платежами, кто работает, вот, в контакте с губернаторами, например, Тюменской области, у тех все хорошо. А у других, не будем опять же называть регионы, у них не так может быть хорошо. Вот, здесь такая очень сложная ситуация, когда сталкиваются интересы государства, отдельных государственных структур, вот, Газпрома, независимых, клубок противоречий. Ну вот, кроме того... Этот клубок, вы считаете, нужно распутывать? Этот клубок нужно распутывать, но если мы не хотим, чтобы одно из крупнейших государственных предприятий, приносящих огромные деньги, приносило убыток, наверное, надо его распутывать. Я предлагаю, с другой стороны. Ну, с другой стороны, это ударит по бизнесу независимых производителей, потому что Газпром... Слушайте, интересная тема для беседы, давайте попытаемся этот клубок все-таки распутывать в ближайшее время. Обязательно. Я благодарю вас. Далее у нас реклама, и мы будем говорить сейчас о событиях текущего дня.